Осьминог бесконечности представляет афоризмы на тему понимания. Стремление к пониманию – это один из немногих путей, которые могут обеспечить долговечный мир во всем мире, не основанный на завоевательной политике одного из мнений. Философия понимания начинается с молчания и забвения. Если хочешь что-то понять, надо для начала поставить знак равенства между этим чем-то и собой, чем-то своим. Хочешь понять какую-нибудь религию – уравняй ее со своей. Хочешь понять эмоцию – уравняй ее со своими излюбленными эмоциями. Хочешь понять человека – уравняй его с собой. Для понимающего человека везде стоит знак равенства. Для меня сверхчеловеком является всякий, кто признает, что он не понимает людей, но всеми силами пытается их услышать и понять. Иногда я впадаю в иллюзию, что все люди вокруг в глубине своей похожи на меня, и мы все едины, что при определенном упорстве я смогу доказать всем, и они искренне разделят сами откровенные мои установки. Мне порой кажется, что в каждом я смогу раскрыть самого себя. Трудно сказать, действительно ли это так, или я заблуждаюсь, но со временем я понимаю, что у каждого своя глубина. Моя глубина – безбрежная табула раса, территория безмерно множащихся личностно-иллюзорных фракталов, перелив многомерного множества голосов, абсолютное сомнение в видимом и невидимом, в ощущаемом и сверхчувственном, материальном и идеальном. Я не вправе требовать от других такой глубины. Я принимаю глубину всех живых существ такой, какова она есть, без своих притязаний и наставлений, опять же, иллюзорно рассчитывая на то, что они примут и мою глубину. Моё кредо – заниматься пониманием и ничего не понимать. Уровень развития понимания обуславливает уровень возможной интеллектуальной адаптации. Человек, не способный к пониманию, сильно зависит от той интеллектуальной среды, в которой он чувствует себя комфортно. За пределами этой среды он абсолютно беспомощен, бесполезен и не способен к конкуренции. Понимание, осознанное в плюралистическом ключе, позволяет вжиться в любые идейные условия и функционировать по правилам любой интеллектуальной среды. С одной стороны, понимание заслуживают все, с другой – мы не можем даровать своё стремление к пониманию всем. Приходится выбирать, а выбор это зачастую случайен. Случайное распределение стремления к пониманию приводит к несправедливому распределению понимания, когда большая часть мирового понимания сосредотачивается вокруг незначительного количества людей. Тот, кто понимает, не может опровергнуть. Стремление к пониманию – самое благородное стремление из всех. На мой взгляд, самые лучшие люди стремятся понять друг друга, а не оспорить, стремятся быть опровергнутыми, а не доказать свою правоту, стремятся услышать, а не сказать «Наверное, это единственное положение, которого я придерживаюсь и буду придерживаться всегда, насколько бы догматичным я его не считал». Неважно, как звучит аргумент для вас, важно, что вкладывает в него собеседник. Непонимание и неприятие аргументов соперника, адекватная реакция любого мнения, ограниченный собой предрассудок, настроен на понимание лишь определенных аргументов и на отрицание других, принятие всех аргументов – путь к пониманию, понимание всех аргументов – путь к божественному состоянию сознания. Чтобы мыслить, человек должен многое не понимать. Более того, он должен в определенной степени не понимать всех людей и даже себя. Человек, понимающий всех, не может искренне мыслить. Он может мыслить, как кто-то, но не как он сам. Непонимание – отец мышления. Из непонимания рождается поиск, а из поиска – иллюзия понимания. Трешилизорное понимание доступно мыслящему. До подлинного понимания всех мыслитель должен перерасти себя и саму мысль. Если тебе понравилось это видео, ставь лайк, подписывайся на канал, оставляй комментарии и смотри следующее видео. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok